Друзья, всем привет! Выдался случай и решил я заснять для вас небольшой обзор электрооборудования, электроинструмента бытового назначения. У нас сегодня с вами два сварочных аппарата и одна из топовых, самых популярных моделей маски Хамелеон от троймарки Днепроэм. Днепроэм не нам оставили ребрендинг на английском языке, потому что ребята выходят на международный рынок. Две сварочки. Первая модель у нас САП-258ТС. Вот этот экземпляр, мы его уже открыли, посмотрели. И второй экземплярчик у нас САП-258Н. Но внутри не то, что нарисовано на коробке, об этом чуть позже. Ну а вон мой ком ходит, ремонтирует мангальчик и уже ждет, не дождется испытать свою сварку. Почему две? Потому что куплены они, скажем, себе и родственнику. У меня же сварочка стоит, вон она, в уголочке. Мой патон. Вот это будем скрывать. Посмотрим, как она в работе. Почему я говорю, что внутри не то, что нарисовано на рисунке? Все очень просто. Если мы смотрим, например, на упаковку продуктов питания, ну, возьмем из моего опыта, например, пачку риса или пачку гречки, то на упаковке нарисовано блюдо, миска там с сервировкой блюда какой-то. Вот. И маленькая сносочка, что это не продукт, который находится внутри, а пример сервировки. То здесь же такой надписи нет. То есть мы должны подразумевать, что надпись САП-258ТС и вот такой вот рисуночек, он должен подразумевать то, что внутри такой же инструмент. То же самое мы видим на упаковке отмазки сварщика. И то же самое мы видим вот здесь. Так вот, именно, ну, что я в упаковке уже заметил своим глазом, то, что САП-258Н на рисунке имеет ручку. Никто не спорит, что это рукоятка, правда? Для меня лично это очень, ну, скажем так, важно, потому что я люблю удобство в работе и не представляю, как можно переставлять одной рукой сварку, если здесь нет рукоятки. Так вот, вскрываем коробку и посмотрим, что рукоятки таки нет. Есть у нас шлейка, вот, ну, как у всех стандартных таких приборов, но рукоятки нет. Вопрос к ребятам, кто рисовал картинку на упаковке. Либо делайте сноску, что это другой аппарат на картинке, либо сделайте нормальную упаковку. Ну, для такой фирмы, я думаю, что это дело должно отслеживаться. Так что, такие вот части я лично подмечаю. Не знаю, как вы, друзья, для меня это важно. Так, маска у нас ВМ39 и сварочный инвертор САП-258Н. Вот это шло в комплекте, ценой 2100 гривен. Масочка шла в подарок. Сейчас, друзья, сделаем распаковочку, посмотрим, что у нас там внутри. Так, в основной коробке у нас сварочный инвертор, а в дополнительной внутри провода. Ну и стандартный набор щиток-маска и провода. Я считаю, что подобного рода сварки должны быть у каждого уважающего себя хозяина, который имеет участок земли, потому что вечно нужно что-то подварить, подмазать, подкрасить, так что эта сварка будет в помощь. Что там, стандартный набор сведений остался? Гарантийка? Оформлял гарантийку? Да, только на другой книжке. Ага, на другой книжке. Ну ничего. Короче, инструкция, все дела. Даже подробные инструкции, обрыв дуги, окончание дуги, прямая полярность, обратная полярность. Ну, короче, надо взять почитать. Здесь они должны быть 2,5 и 3-метровые. Друзья, ну, что я хочу сказать. Например, у своего потона вот этот вот электродержатель я уже изрядно подносил. Планирую купить себе расходку, эту массу, прищепку массы. И электрододержатель планирую взять у Днепроэма для своего потона. Потому вот пришел пощупать, стоит ли брать, нужно ли. Сейчас подробно рассмотрим. Думаю, нормальная длина. Да, длина отличная. Сечение провода. 35 миллиметров квадратных. Если ни с чем не сравнивать, а просто взять руки, то вроде все нормально, добротно. Но у меня есть с чем сравнить. И вот сразу обращаю внимание. Провод держится буквально вот здесь вот на окончании, на спайке к самому штекеру. Друзья, ну вот то, что я хотел бы показать вам, то, что, как по мне, ну, очень важно в самых вот этих вот штекерах, по-моему, их называют байонеты. Здесь вот мягенько, видите. И вот провод сам, он, ну, скажем так, держится только здесь вот на окончании. Почему я так говорю? Потому что все очень просто. Смотрите. Видите, если упереться проводом вперед, то он просто будет выходить. То есть, вот этот вот штекер, его просто можно вытянуть. И вот это вот резиновое уплотнение будет бегать по проводу. Посмотрим, как оно походит в работе, сколько лет оно просужит. Но провода довольно жесткие и, скажем так, ну, не дешевые. И здесь точно стопроцентная медь. Никакая не обманка, стопроцентная медь. Потому что они в работе не греются. Это я уже знаю и не понаслышке. Но вот этот вот нюанс, ну, меня лично настораживает. Насколько оно будет изломостойкой. Ну, посмотрим уже в работе. Все стандартно. Обычный стандартный набор. Кнопка включения сзади. Вот, например, кнопка находится под ремнем. Вот, если вы работаете с ремнем, то обычно он у вас в ящем таком состоянии, то ремень свисает. Получается, что ремень прикрывает клуб. Можно приучиться, конечно, но все-таки он мешает. Я думаю, что его стоило бы снять. По всем признакам у нас здесь 250 А. Регулировочка от 20 до 250. Ну, вот так, ничего особого примечательного. В сварочках сварочников, единственное, что вот меня схватило, то, что на коробке ручка есть, а здесь ручки нет. И придется его вот так вот носить вручную. Серийный номер. Кстати, нужно его зарегистрировать у них на сайте, дабы получить возможность участия в розыгрышах. Длина радует. Кабель, так, как и говорили, трехметровый. Значит, кабель массы у нас 2,5 метра, а кабель электрододержателя 3 метра. Давай посмотрим. ВН39. Маска средней линейки. Короче, маску нужно собрать путем установки подшлемника вот этого, в самом маску. Работаете от шестерки, десятки, одиннадцать, двенадцать и тринадцать. Это степень затемнения в динах. И когда вам нужно сделать зачистные работы, вы просто, не снимая маску, даже в крагах, вот такого формата в крагах, можно переключиться на режим гринд, то есть режим зачистки. И когда вы работаете и стоите в маске, то можно даже услышать этот щелчок. Он довольно громкий, и это позволяет понять, переключили ли вы маску в тот или иной режим или нет. Снимай свои пленочки. Это как, ну, сами понимаете, как снять пленочку с телефона. Важный момент. Важный момент в жизни каждого сварщика. Все, твоя маска уже не действенится. Снимай, снимай. Короче, Кум ремонтирует мангал. Прикупил сварку по этому поводу. Друзья, планирую себе заменить массодержатель и купить его у Днипроэма. Ну вот, рассчитан на 300 ампер. Посмотрим, насколько его хватит. Долбак надо было вот тут стеклышко взять, да и занять это все. Оказывается, снимается стеклышко со среды, не снимается аккуратненько вся пленка. Ну, мы же не опытные ребята. Поэтому действуем наугад, как в первый раз, в первый класс, да? Как Лего. Как Лего. Значит, электродержатель нормальный, а вот масса масса держатель мне как-то слабоват. Надо что-то потолще брать. Друзья, на обзоре второй сварочный аппарат Днипроэм САП 258ТС. Вот что собой представляет данный аппарат. Имеем пластиковые накладки по бокам на панели. Ничего особенного. Я бы сказал, даже какая-то имитация какой-то защиты от падений. Потому что накладки только по бокам. Здесь вот по центру это прокрашенная часть. То есть, здесь пластика никакого нет. Некоторые скажут, зачем эта защита, пластик на панели и так далее. Ну, друзья, у меня на самом деле был случай совсем недавно, когда варил ворота и чуть-чуть отвлекся. Буквально искал свободный электрод под руками. И сильный порыв ветра просто чуть ли не накрыл меня одной из творог ворот. Ворота закрылись, при этом ударили о сварочном аппарате. Сварочный аппарат целый, немножко повредилась рукоятка, а маска треснула напополам. Ну, собственно, как-то так. Так что, друзья, такие вот накладки не нужны, но я бы советовал производителю, наверное, сделать вот сюда целостную накладку из цельного пластика. Потому что, кстати, вот углы, которые вот так вот отходят и, ну, даже, грубо говоря, поворачиваются. Ну, это ни о чем. Это так. Бутафория, я бы сказал. Какие-то детские игры. И с пониманием того, что оно не працюет. По словам продавца, вот эта вот сварочка САВ-258ТС при включении у нее не сразу срабатывает вентилятор охлаждения. Он срабатывает только при поджоге дуги. Ну, опять-таки, это по словам продавца в магазине Днепроем. Сейчас посмотрим, проверим, что оно собой представляет. С виду тоже 250. Ну, сейчас посмотрим. нулячая. Первое включение в резидку. Сварку включил, вентилятор не работает. Тупо стоит. Но сварочка завелась в кавычках. Она гудит. Надеюсь, вам слышно. такой... А, тут поинтереснее этот. И пружина помощнее. Ну, дай-ка гляну. Дивись, побольше? Да, тут помощнее электрододержатель на 300 А. Да, и держатель побольше. Больше положения электрода можно выставить. Ну, такой посолидней. Ну, давай. я сейчас попробую. Сейчас будем поджигать дугу и одновременно смотреть на вентилятор. Поехали. Сразу же срабатывает вентилятор. А ну, прекрати. Мы сейчас не варим, вентилятор работает. Сейчас посмотрим, сколько он будет дуть. пока дует. Не знаю. В чем тут фишка, конечно, без понятия. И добавлено вот этот, смотри, какой тут лампочка, третья. там у меня два показателя, а тут перегрев загорается. тут состоит защита от перегрева транзисторов. Если мы работаем чересчур интенсивно, то сварочка отключается, дабы не повредить внутренние силовые элементы. Ну, пока гудит. Давайте ее потушим. Выключили. Так, вентилятор остановился. Включаем. Все равно дует. Ну, видимо, нагрузка какая-то идет, и электроника сама уже считывает, когда и включаться, когда выключаться. гудит так порядочно все-таки. Друзья, вот реально, вот эти пластиковые накладки напоминают героев из комиксов Marvel или DC. Все такие в масках, в каких-то накладках, в каких-то спецкостюмах. Вот. Эти накладки именно из той серии. Сута Бутафория, как по мне. Ну, это лично мое мнение. Потому что, вот, например, вот эти накладки должны уберечь прибор от боковых каких-то ударов. Это по бокам. А вот то, что на нижней части ножек пластиковых никаких нет, здесь просто голый металл и прибор стоит тупо на корпусе. То есть вот здесь будет со временем протертость и будет коррозия. Через пару месяцев использования 100%. Но зато есть пластиковые накладки. В данном экземпляре провода имеют сечение судя по маркировке 16 миллиметров квадратных. У САБА 258N и смотрим маркировку. На втором 35 миллиметров квадратных. Ну, скажем так, провода оказываются разные по сечению. Ну и размеры аппарата тоже разные. Давайте посмотрим размер аппарата. Они немножко разнятся по размеру. Хотя по заявленным характеристикам они практически одинаковые. Но размер у них совершенно разный. Вот у меня есть провода уже видавшие виды, видавшие работу. Провода от Патона. Чтобы вы понимали сколько они работы проделали, вот уже вот так вот выглядит масса, держатель массы у моей сварки. стыдно, больно, но все никак не хватает ни финансов, ни времени заказать новенький массодержатель. Ну, как только вот это придет совсем негодность, я это сделаю. Что я хотел, друзья, показать? То, что провода у Патона смотрите, они практически цельные. Сечение провода намного толще, чем у Днепроэм. давайте сравним, возьмем сечение. Посмотрите, друзья, первый провод это у нас сечение 35 мм, это от САБ 258N. Второй провод у нас сечение 16 мм квадратных, это от малыша САБ 258DN. Вот о чем я хотел вам показать, о том, что вот эти места видите у Днепроэм это пустота. Здесь реально держится провод на вот этом расстоянии. Вот только здесь имеем уплотнение твердое, а здесь просто пустота и это как бутафория. То у Патона здесь практически отсутствует зазор. Видите, минимальный зазор и провод там не болтается. Здесь плотность одинаковая на протяжении всего вот этого штекера. Есть какие-то наработки по поводу удобства использования. Будем поднимать ту или иную сварку в работе. Эту сварку придется поднимать либо за корпус либо за шлейку. За корпус скажем так, прямо не хотелось бы ее поднимать во время работы. Во-первых, она под напряжением, во-вторых, если работать в какой-то дождливой погоде, даже в гараже, если при открытых воротах, влага попадает и скажем так, не очень бы хотелось ее вот так переносить, пальцами беря за открытые места корпуса и так далее. Я бы на месте все-таки производителя Днепреэм добавлял бы опцию при необходимости в каждую сварку рукоятку. Не составит труда вам сделать рукоятку на защелках, которая будет сниматься и ставиться. Это будет более чем удобно, чтобы, например, при транспортировке ручка не мешала, и можно сложить на бок, как это показано на коробке. Сейчас я покажу коробочку, как показано на коробочке вот здесь смотрите, явно показано, что ручка в сложенном состоянии. Ничего не мешает сделать такую же рукоятку и все-таки выпустить САП-258N с ручкой, хотя по факту сварка идет без ручки. Друзья, ну, как-то так, небольшое сравнение не по характеристикам, а просто по удобству использования по поводу проводов, по поводу длины проводов. Кстати, у Патона каждый провод у меня по 3 метра и плюс, по-моему, 3 метра кабеля сетевого. Ну, очень удобно. Я могу по всем двору бегать с этой сваркой и не ощущать каких-либо неудобств. При этом могу подняться по лестнице и достать до второго этажа, приварить что-либо, что мне нужно и не поднимать с собой сварочный инвертор. У меня на Патоне также есть прорези для ремня. Ремень я снял, куда-то его уже использовал в другое место. как-то так, друзья. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok